В эфире программа «Законодатели». Меня зовут Мария Владимирова. Здравствуйте! И начнём традиционно с дайджеста парламентских решений. Возвратить рабочим профессиям былый почёт и общественный статус. Такую цель ставили законодатели, внося поправки в закон о наградах и почётных званиях Нейнского округа. В новой редакции закона учреждены 24 почётных звания. Они будут присваиваться жителям региона за особые заслуги и высокий уровень мастерства в различных сферах трудовой деятельности в сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, сфере ЖКХ, транспорте, нефтегазовом секторе. Так предложено разделить все награды Нейнского округа на государственные и иные. Кроме того, перечень наград будет дополнен знаками отличия 1, 2, 3 степени, а также профессиональными почётными званиями. После принятия законопроекта в первом чтении он был дополнен званием «Почётный работник физической культуры и спорта Нейнского округа». Кроме того, будут определяться кандидаты для присуждения звания «Почётный общественный деятель Нейнского округа» и «Заслуженный предприниматель Нейнского округа». Законом дополнительно учреждены два знака отличия – за безупречную службу и трудовую доблесть. Их будут вручать за значительный вклад в социально-экономическом развитии региона и эффективную работу. Поправками определена и дата, в которую будут вручаться все награды в День России 12 июня. Депутаты окружного парламента одобрили ряд законопроектов, касающихся социальных льгот. Так, пенсионеров старше 80 лет освободили от взносов за капремонт. Жители старше 70 лет будут платить только 50% от размера взноса. Льгота для старшего поколения будет предоставляться в виде компенсации по фактически понесенным расходам собственников жилых помещений. Компенсация предусмотрена законом и будет распространяться с 1 января текущего года. Данный закон потребует выделения дополнительных средств из окружного бюджета. Это примерно 2,2 миллиона рублей. Поэтому закон в полную силу заработает после того, как будут внесены изменения в закон о бюджете на 2016 год. Внести изменения в бюджет депутаты планируют в апреле, после чего граждане, указанные в законе, смогут воспользоваться своим новым правом. Если человек уже получает компенсацию по оплате взносов за капремонт, он может выбрать одну из предоставленных ему льгот. Единогласно одобрен депутатами социальный закон о льготном проезде для неработающих граждан. Данным законопроектом предлагается внести изменения, касающиеся предоставления льготного проезда неработающему мужу или жене работника, в случае, если он не получает страховую пенсию по старости. Также предлагается суммировать стаж работы в госучреждениях округа при предоставлении льготного проезда. Для людей с ограниченными возможностями здоровья на избирательных участках создадут беспрепятственную среду. Данная норма закреплена законом. Сегодня на территории округа расположен 51 избирательный участок. Большая часть из них находится в домах культуры, 13 – в спортивных и образовательных учреждениях и 8 – в СИСоветах, СПК и на предприятиях. Закон обяжет собственников оборудовать помещения средствами для доступного входа инвалидов. Это могут быть пандусы, кнопки вызова и другие средства. На законодательном уровне, правда, пока в первом чтении, бизнесмены позволили арендовывать земельные участки без проведения торгов. Действие закона распространяется на земельные участки, находящиеся в государственной собственности округа, либо государственная собственность, на которой не разграничена. На этой площади инвесторы смогут возводить за счет собственных средств и привлеченных в небюджетных источников объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в их числе школы, детские сады, спортивные комплексы, объекты тепла и водоснабжения. Также приоритет будет отдаваться строительству индивидуальных и многоквартирных домов для социального найма. Далее о парламентских решениях мы поговорим с гостем в студии. Сегодня это заместитель и председатель собрания депутатов Нейнского округа Татьяна Бадьян. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Радую вас приветствовать в нашей студии. И, как я уже сказала ранее, мы продолжим говорить о тех парламентских решениях, которые были приняты на прошедшей сессии собрания депутатов. Вы должны отметить, что эту сессию мы транслировали в прямом эфире, и все жители могли, желающие увидеть ее в сети интернет. И решения были достаточно весомые приняты. Одно из них касалось выплат семьям-усыновителям. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее о том решении, которое было принято депутатами. Спасибо, Мария, что вы подчеркнули о том, что депутатский корпус всегда открыт для общества. И то, что современные средства массовой информации позволили рассмотреть трудности принятия какого-то решения, споры, диалоги, высказывания мнений. Ведь на 21-й сессии был и впервые доклад председателя общественной палаты, который тоже, собственно говоря, оценивал возможности нашего дискуссионного общества и развития гражданского общества. Но вот я обратила бы ваше внимание на то, что в каждой повестке, каждой сессии обязательно часть вопросов отражает социальную защиту наших граждан. Таковым являлся и закон 192-й, который вносил дополнительные гарантии лицам, имеющим детей, взятых под опеку, приемные семьи, усыновители. И данный законопроект расширяет возможность применения денежного вознаграждения. Мне как педагогу было очень приятно о том, что мы впервые очень осознанно, причем это было по просьбе наших избирателей. Они встретились с известным депутатом Виктором Леонидовичем Медь, который является очень хорошим специалистом, юристом, и готовил, собственно говоря, он этот закон при поддержке нашего экспертного правового управления собрания депутатов о том, что помимо применения денежного вознаграждения на жилищную политику, на лечение, на средства реабилитации ребенку-инвалиду, необходимо на сегодняшний день дать возможность приемной семье или семье усыновителей, дать стартовый капитал для будущей адаптации. Поэтому было принято решение, что начиная ребенку с 15 лет, но до 25-летнего возраста, то есть даем шанс на то, что, может быть, образование не сразу будет выбрано раз и навсегда. Может быть, это будет один курс одного колледжа, а потом основание будет уже в другом, например, университете учиться. То есть в 25 лет. Вот это максимальный срок, когда бы удобно молодому человеку или девушке получить образование. Поэтому семья будет получать и иметь право тратить на образование 150, 150 и 200. То есть вот 500 тысяч – это задача округа обеспечить. Очень бы хотелось будущего специалиста для нашего же округа, который вернется сюда, которому будут созданы условия. Я говорю про решение жилищного вопроса, про обеспечение места работы. И мне кажется, вот такой вот хороший круг государственной поддержки, понимание людей и ответственностью людей, которые сегодня берут на воспитание детей-сирот, детей не лишённых попечителей. Вот такая жизненная, что ли, установка была принята на этой сессии. Я должна отметить, что на законодательном уровне достаточно много делается для поддержки семей, которые берут детей и на воспитание в своей семье. Тем не менее, и это отметил губернатор Нейнского округа, у нас социальное сиротство остаётся. И вот, как сказал Игорь Викторович, это самая болевая точка Нейнского округа. Елена Николаевна, понятно, что основная причина – это пьянство. Я думаю, родители, да, я думаю, вы подтвердите, потому что наверняка приходится общаться с такими семьями. Как можно искоренить эту проблему, на ваш взгляд, и на законодательном уровне, в частности? Ну, печальная статистика, которая была по итогам 2015 года. Мы говорим о том антирейтинге нашего округа. Мы очень тесно контактируем с населением, посещаем населённые пункты, встречаемся с людьми и знаем, что действительно проблема алкоголизма на сегодняшний день, наверное, уже вышла из тени. О ней уже не надо стыдливо умалчивать, а нужно, собственно говоря, какой-то общественный барьер этой проблемой выстраивать, и самое главное, хоть и пути решения этого, потому что это напрямую связано и с продолжительной жизнью населения. И если мы говорим о том, что вот недавно Скорцова нашему президенту докладывала о том, министр здравоохранения докладывала о том, что продолжительность жизни россиян увеличилась, в том числе и у мужчин. Президент откровенно спросил, меньше пить стали? Да, сказала она. И вот здоровый образ жизни, меньше курить стали. То есть вот на федеральном уровне, вероятно, есть статистика, есть анализ этой проблемы о том, что это нужно вдумчиво собирать, заниматься, несмотря на то, что у нас и суровый климат, и не самые такие радужные обстоятельства для жизни. Мы говорим сегодня о недостаточном уровне инфраструктуры на селе, тем не менее унывать, подвергаться депрессии, тем самым заменять пути решения каких-то, я даже не побоюсь, бытовых жизненных проблем, нужно, наверное, другим способом. Как можно вообще решить проблему, употребляя? Конечно, конечно. Забыться, наверное, можно на какое-то время. Но не решить, и очень страшно, что под это, конечно, самые попадают самые незащищённые. Это пожилые родители, которые остаются без пригляда. И, конечно же, дети. Дети, которые, собственно говоря, наверное, ждали, но потом от них хватило смелости тем, чтобы их вывести и вырасти, как это положено всегда. У нас вот и статистика очень печальная по этому поводу. На сегодняшний день, если мы будем говорить, вот, скажем, о приёмных семьях, то это 78 семей. Это хорошая цифра, потому что я, вот, если позволите, обязательно воспользуюсь данными Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты, то вот в 2010 году количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляло 51%. Сейчас, несмотря на то, что у нас увеличилось число приёмных семей по сравнению даже с 2014 годом, было 70, а в 2015-м – 78. Всё равно уровень детей-сирот составляет 292 человека, и это 74%. То есть рост детей-сирот постоянно идёт, и поэтому прав губернатор, который обращает на это внимание. Почему? Да потому что есть по выполнению федерального посыла о том, что до 23 лет ребёнок-сирота должен получить от государства жильё, причём жильё благоустроено, сданное в найм, с тем, чтобы он, получив какие-то практические навыки или в приёмной семье, или в учреждениях интернатного типа, он умел выстроить свой жизненный вектор. На практике же у нас в регионе мы гордимся тем, что 32 квартиры были выданы детям-сиротам в 2015 году, причём, вы знаете, у нас регион небольшой, и это выдаются новые дома, дома с хорошим благоустройством, это и квартал Сущинского, это и на Тыковылке, это и посёлок Лисозавод. И помимо выполнения этого федерального посыла, мы знаем о том, что, наверное, с какой-то завистью, а ещё хуже, со злобой, смотрят те, которые десятилетиями стоят в очереди. И поэтому, с одной стороны, мы говорим о том, что есть вот какой-то очаг вот такой конфликтности, потому что люди, долго стоящие в очереди, а мы-то тут при чём? Мы своих детей вырастили, маленьких, значит, каких-то жилплощадь, дали им путёвку в жизнь, и всё, не можем улучшить свои жилищные условия. Но, с другой стороны, те же самые граждане, как и большинство всех, понимают, что дети-сироты тоже не причёмные, конечно. И, скорее всего, что именно взрослые виноваты перед ними, имеют обязанность государства их обеспечить. Поэтому, вот опять же, по данным статистики нашего департамента, несмотря вот на наши хорошие показатели, а мы это решаем, проблему по реализации 702-го закона ОЗЭ, я уже повторюсь, в 2015 году было выдано 32 квартиры, то в списке на сегодняшний день, на 1 февраля 2016 года, состоит 22 сироты, причём в течение 2016 года право на жильё возникнет у 26 человек. И поэтому в 2016 году необходимо предоставить 133 жилых помещения. А очередь по реализации 702-го закона, о которой мы мечтаем, что в конце концов она когда-то прекратится, потому что это будет как раз оценкой деятельности органов исполнителей законодательной власти по эффективности жилищного строительства, по эффективности социальных мер, по эффективности вложения в бюджетные средства. Это касается предоставления лицам пожилого возраста. Мы говорим о воинах-интернационалистах, которые тоже внесены вот в эту очередь. Мы говорим, это, конечно, и о детях-сиротах. И вот мы всё время смотрим след убегающему поезду. Мы вроде бы много делаем для того, чтобы его догнать, а он всё от нас уходит и уходит. Серьёзнейшая проблема. И как её даже, ну я вот ещё раз повторюсь, от неё тоже нельзя прятаться. Видимо, надо в каких-то жарких спорах, в конкретных, может быть, даже решениях на сегодняшний день разбираться и помнить о том, что ребёнок, конечно, должен жить в семье. Почему ребёнок, находящийся в семье, подлежит изъятию из семьи? Что привело? Какова причина? И вот здесь, на мой взгляд, очень важно мнение вот так называемых хижин советов. Мнение, знаете, вот каких-то таких вот общественных вещей по любому муниципальному образованию. Это и ответственность меры главы. Я полагаю, что, может быть, не всем это понравится, но хорошо помню за свою педагогическую деятельность. Не всегда, например, у кого-то из учителей складывается хорошее взаимопонимание с детьми. И, ну что значит, бывали случаи такие, что ребёнок удалён с урока. Да кто виноват? Разве ребёнок? Нет, конечно, отвечает тот, кто руководит процессом. Если у школы плохие показатели по второгодничеству, если у школы есть отсев детей из школы, несмотря на то, что мы обязаны детям давать и находить подходы для того, чтобы они получали бесплатное образование, я считаю, что оценивать деятельность в этом случае администрации школы положительно нельзя. Так вот и здесь у нас есть вот такие посёлки, где произошёл случай изъятия детей из семьи, и мы должны комплексы оценивать действия власти как депутатской, так и исполнительной власти, так органов опеки, так вот социальных. Работников. Поэтому на сегодняшний день ещё раз хочу сказать, что, может быть, у нас на территории действуют прекрасные женские союзы. Это прежде всего и Союз Женщин России, региональное отделение, которое возглавляет известный и опытный человек-политик, женщина-политик, многодетная мать, старостина Ольга Валентиновна. Мы говорим ведь и клубы по интересу, и клуб Татьяны, и Камея, и Сударушка, где помимо вот, может быть, предоставления возможностей для развития женщин как личностей, мы для создания площадок, вот и для развития карьерного роста, мы должны, конечно же, и оценивать роль общественной организации с точки зрения их вот этого социального заказа выполнения. Ещё раз повторюсь, вопросы злоупотребления пьянства, наркомании, вот это правонарушение детей, вопросы сохранения материнства. Это всё как раз тематика, в которой мы должны взрослые участвовать, выполняя основной документ, это национальная стратегия интереса детей, которую курирует в России Валентина Ивановна Матвиенко. Уж этот успешный очень женщин-политик как раз показывает, что делая, собственно, карьерный рост, нужно обязательно создавать программные документы, которые приносят определённую пользу в реализации семейной политики на территории всей России, в том числе и в Нинско-Автономном округе. У нас очень много делается. Я вот уже привела цифры, когда мы говорим о развитии Института приёмной семьи. Помимо материальной ответственности, там ведь вводятся уже и определённые ограничения, это и возрастные ограничения, и время тратить как денежное вознаграждение, и ответственность за это денежное вознаграждение. У нас на серьёзном уровне мы говорим о том, что всё-таки есть Институт усыновления, и он точно так же вызывает искреннее уважение и поддержки. И поэтому на сегодняшний день, когда даже рассматривается, например, успехи в трудовой деятельности, или мужчины, или женщины, которые приняли вот такое для себя решение помочь детям-сиротам, реализуя какое-то право, любую форму семейного воспитания, лучшей характеристикой, по моему производственным показателям, говорят, это же родители, это же мать приёмных детей, отец приёмных детей. Мне кажется, общество разворачивается к этой проблеме. Может быть, не так быстро это всё хотелось, но нам-то вот в нашем Минском этаномном округе, где у нас действительно беспрецедентная мера поддержки, и вместе с тем мы никак не можем вздохнуть спокойно, что у нас в округе нет сирот, хотя проект этот с 2014 года идёт. Нам нужно просто вот кардинально придумывать какие-то проекты. И, скорее всего, не всё ведь возможно решить законом, на законодательном уровне. Должны и общественники действительно подключаться. Да, да. И вот ведь мы встречаемся с вами в марте месяце. Совсем недавно мы слушали поздравления нашего президента в честь всех женщин России. И мы ещё раз говорили о том, что государство тоже обязано создавать условия для того, чтобы женщина, не выполняя свою профессиональную деятельность, ставить свою карьеру, это было не в ущерб семье. А вот я, может быть, опять повторюсь, за долгие годы своей педагогической деятельности есть о чём подумать, когда женщины-учителя, отдавая всё, собственно говоря, свою энергию, воспитание своих подопечных, любимых подопечных, с любимой профессией. Потому что, не любя образование, невозможно работать ни в детском саду, ни в школе, ни в высшем, ни в колледже. Особенно вот эта маленькая система детский сад и школа. Там, не любя детей, невозможно. Там дня не продержишься. Я хочу сказать, что, конечно, мы виноваты, скажем так, перед своими родными детьми, потому что нам, наверное, не хватало каких-то жизненных сил. И на сегодняшний день это тоже, кстати, ставится очень серьёзно, потому что должна развиваться совершенно по-другому психологическая помощь. И вот опять же в нашем регионе 56 родителей прошли обучение, которое организовано в Центре развития и образования, обучение на право, собственно говоря, быть приёмным родителем. В школе приёмных семей. Конечно, конечно. То есть есть возможность людям ещё раз провести самооценку, справлюсь ли я, смогу ли я, а может быть мне не торопиться подождать, а может быть мне участвовать в этом процессе другим образом, а не то, чтобы брать семью и ребёнка, да, и разделить полностью за ответственность за его судьбу. А с другой стороны, мы знаем, что у нас выпускаются из приёмных семей дети, которые так вот и не приучены жить в обществе, так и не умеющие пользоваться этой пресловутой газовой плитой и там распределять деньги и так далее. И не привить навыки никакие. Конечно. Но ведь на сегодняшний день приёмная семья, собственно говоря, это работа. Вот мы хотим или нет, это помимо любви к детям, это работа. В пределах там 10 тысяч, в зависимости от стажа, за счёт бюджета эта работа оплачивается. И мы в этом плане переходим где-то вот на западный манер приёмных семей, где чётко органы власти могут проверить, как выполняется, как тратятся бюджетные деньги за выполнение функций, например, приёмных семей, готовности. То есть если, скажем, ребёнок не готов к уроку в школе, опять же, да, или не успевает, это получается. Каждый случай, да, рассматривать. Ну, конечно, надо рассматривать индивидуально. В чём дело? Может быть, им не созданы условия труда, может быть, нет контакта, а может быть, вообще у приёмных родителей не стоит задача вот такой вот. И это совершенно неправильно. Поэтому вот опять же на 21-й сессии очень хорошо, что депутаты все единогласно проголосовали и поддержали инициативу Госсовета КОМИ, которые, собственно говоря, внесли в федеральную повестку предложение о том, что, например, органам региональным, органам исполнительной власти дать право применять единый порядок на всей России, и контроле за функцией выполнения приёмной семьи. И самое главное, функции контроля за жильём, который выдаётся детям-сиротам. Потому что они должны понимать, что они живут в многоквартирном доме, что это им государство дало. Поэтому надо соблюдать все нормы вот такого человеческого жития и, собственно говоря, хранить это. Ведь у нас, опять же, другая проблема, несмотря на то, что вот серьёзная поддержка детям-сиротам, у нас долги по квартирной плате. И вот получается, что мы, с одной стороны, ещё раз я говорю, поддерживаем финансово это направление, но качество выполнения вот этого процесса на сегодняшний день у нас критерий не разработаны. Игорь Викторович, правильно, он у нас новатор, и он правильно предложил, что будет благодарен. Вы представляете, это глава региона говорит о том, что он благодарен, если будет подсказана практика вот этого контроля, практика вот, знаете, соучастия, потому что ведь очень тонкая грань между вмешательством в дела семьи, да, между призывом к совести, добросовестно использовать бюджетные средства. И самое главное, конечно же, всеобщего понимания, что у нас другого выхода нет. Мы все живём вот в одном обществе, и качество этого общества, оно наплотную связано с нами, потому что дети-сироты, подрастая, они, вероятно, будут будущими губернаторами, будущими законодателями, которые также будут решать, какова социальная поддержка должна быть людей старшего возраста. Вот такая вот она. Всё по кругу. Конечно, конечно. Смотрите, мы очень много говорим о поддержке, о поддержке и делается, да, эта поддержка осуществляется приёмным семьям. В то же время семьи, которые не смогли воспитать своего ребёнка, родители пили, ребёнка изъяли, я не думаю, что для таких родителей это наказание, для них просто-напросто, наверное, избавление от какой-то абузы. Ну вот я считаю, это моё такое мнение. Почему бы не наказывать таких родителей, которые не смогли воспитать своих детей, у них изъяли детей на государственное обеспечение, лишили детей родительской заботы. Ведь может, раньше же был налог на бездетность. Почему не ввести какую-то тоже материальную меру ответственности для тех семей, которые не смогли воспитать собственных детей? Ну вот в какой форме воспитать вот эту женщину? Ведь, опять же, мы знаем, что органы опеки, которые предоставляют жильё, они обязаны контролировать. Я сказала, что мы поддержаем инициативу Коуни, потому что на уровне России должен быть разработан регламент норматива этого контроля. Ну и при посещении таких квартир с удивлением такой вот факт освещается, что, собственно говоря, вот те матери, которые, может быть, не совсем достойны, чтобы носить это гордое звание, то есть биологические матери, они находятся в этих квартирах, которые государство дало детям-сиротам. Понимаете? Конечно, это трудно, вот как бы дать это оправдание всему этому. И, собственно говоря, наверное, должна быть ответственность у женщин за то, что они совершают поступки несовместимые с понятием материнства. Кстати, на 17-22 год как раз вот рассматривали, рассматривается, вот в связи, вот я сказала, день 8 марта появилась информация о том, что в России будет разрабатываться системная мера национальной стратегии в интересах женщин, на которых ещё раз вот сказано, что нам нужно находить какие-то определённые подходы для воспитания таких женщин. На сегодняшний день, опять же, мы говорим, что наши молодые девушки, они не стремятся заводить семью. А если они семью, значит, живут с молодым человеком, то это не форма оформления. Мы говорим гражданский брак, а на самом деле гражданский брак – это то, что в органах ЗАГСа зарегистрировано, правильно? Вот он, гражданский брак. А у нас даже здесь немножко другое вот это понятие. И это, наверное, тоже не совсем правильно, потому что процесс деторождения, он напрямую связан с биологическим возрастом женщины. И для того, чтобы меньше потом вкладывать в исправление природных ошибок, надо процесс всем этим тоже управлять. Сему своё время? Конечно, да, да. Вот такая житейская мудрость всему своё время. Поэтому проблем и вопросов, которые будут рассматриваться в дальнейшем, в том числе и через социальные комиссии, через взаимодействие с органами исполнительной власти, через изменение системы опёки. Но специалисты, наверное, знают, что отдел управления, тогда было опёки и попечительства, было в управлении образования. На мой взгляд, это было серьёзно связано, и это оправдано, потому что через образовательные процессы должен вестись контроль за семьёй, в том числе приёмные, дети-сироты, и организация досуга, организация учёбы. Но посчитали, что так как самое главное, это обеспечивать, вернее, одной из главных позиций обеспечивать материальную, бюджетную поддержку со стороны государства, как бы социальную функцию. Органы опеки теперь у нас в департаменте соцзащиты. И вот как это выстраивается, взаимодействие между двумя департаментами? А может быть, нужен третий департамент, что он успешно, кстати, выполняется, в том, что даже мы на сегодняшней площадке, Маша, говорим об этой теме. То есть органы СМИ, они тоже формируют положительный образ семьи, положительные отношения людей, и самое главное, повышают ответственность нас всех перед этими процессами. Я полагаю, что в ближайшее время нас ждёт серьёзные изменения через исполнительный инструмент, через законодательный. Мы серьёзно на сегодняшний день говорим о том, что часть социальных услуг должна идти на некоммерческий сектор. Точно так же, максимально стремясь сохранить то, что у нас на сегодняшний день, поддержка, финансовая поддержка вот этого направления, я совершенно уверена в том, что частично будет идти и на волонтёрское, и на добровольческое направление. Именно вот тот на третий сектор экономии, развития некоммерческого общества, потому что, ещё раз повторюсь, очень нет чёткой границы. Есть определённый дуализм, когда одно и то же явление можно использовать с разной точки зрения. И вот без так вот жить, моя хата с краю на сегодняшний день у нас, россиян, не получится. Нам об этом ярко говорит наша интеграция мирового сообщества, мы об этом ярко говорим, как мы отвечаем на санкции со стороны Запада, да, и американского руководства. И тем не менее, на уровне женщин в Санкт-Петербурге в прошлом году состоялся первый евразийский конгресс женщин, на котором серьёзно выставляла тематика сегодняшнего функционала женщины, о том, что это миротворец, о том, что это серьёзный политик, о том, что это серьёзный руководитель. И не менее серьёзный – это глава семьи. И когда мы говорим о вопросах гендерного равенства, это далеко не только вопросы заработной платы, пенсионного обеспечения, возраста и так далее, и так далее. Это может быть даже ещё и больше, чем вот мы все это понимаем, потому что, потому что, кроме как, вот женщина её такой вот миссии добра, наверное, никто не может больше другого это и выполнить. Ну и предлагаю закончить нашу программу тоже на Доброй Ноте, потому что, как вы уже отметили, март месяц богат такими замечательными событиями, одно из которых праздник 8 марта, ну и, конечно же, день рождения города Наринмар, где живёт очень много прекрасных дам. У нас мэр города Наринмара, прекрасная женщина Татьяна Васильевна Фёдорова, которая также желает, чтобы наш город был таким же красивым, красным, уютным и хорошим. Ну и вы можете поздравить всех жителей с этим замечательным праздником. Конечно, Маша, конечно. Огромное спасибо за предоставленную возможность. И я с удовольствием поздравляю всех жителей города Наринмара с праздником нашего города, всех жителей Нейско-Автономного округа с праздником столицы нашего субъекта и, конечно же, всем пожелать добра, здоровья и поддержки друг друга. Я вас благодарю за участие в программе «Законодатель». Татьяна Николаевна, приходите в гости ещё. Спасибо, Маша. Всегда у нас с вами находятся темы для обсуждения, они всегда животрепещущие и актуальны. Я думаю, что таких актуальных тем ещё будет на повестке дня достаточно много, ну а законодатели будут успешно справляться с принятием тех решений, которые актуальны на сегодняшний день. Это была программа «Законодатель». Всего доброго, увидимся!